Туберкулёз – это инфекция. Поражает она лёгкие, иногда и другие органы, и кости, и суставы, даже мочевую и выделительную системы. Вызывает туберкулёз микобактерия. Известна она в народе как палочка-коха или туберкулёзная палочка. На сегодняшний день на земном шаре около 15 миллионов людей болеют туберкулёзом. Специалисты утверждают, к 2020 году их станет более 90 миллионов. Туберкулёз – это инфекционное заболевание. Но в отличие от вирусного заболевания, которое развивается в первые 3-4 дня, туберкулёз может развиваться от нескольких месяцев до 20, 30 и даже 40 лет. Поэтому его называют ещё белой тюмой 20-го, но на сегодняшний день до 21-го и 22-го года. Основная группа риска по заболеванию туберкулёзом – это алкоголики, наркоманы, люди, бывшие в местах заключения и лица безопределённого места жительства. Для нашей территории, я не могу сказать о беженцах, у нас это более ярко, я буду цифрами это заболевать, люди, которые приехали к нам на временное проживание, на работу из либо государств, которые были бывшие в нашей Советной Республике, либо расположены рядом с нами, в Песарии и так далее. И ещё одну тенденцию отметила Светлана Варгатая. Всё больше в последнее время заболевших среди благополучных людей. Ведь туберкулёз передаётся воздушно-капельным путём, потому риск им заразиться велик и в автобусах, и в магазинах, в любом общественном месте. Причём уже не раз врачи обращались к предпринимателям. Там вообще нет привычки спрашивать у человека, который пришёл устраиваться на работу флюорографию, и зря. По примеру прошлого года из 94 человек, всего заболело 326, 94 были работающие. Из них 70 человек – это частные структуры. Причём в одно время заболевали и руководители фирм, и плюс их подчинённые. Почему же смертность в округе от туберкулёзов три раза превышает российский уровень? Препараты есть, пять флюорографов работают. Оказывается, лечиться нужно от 6 до 9 месяцев, немногие выдерживают. Сейчас 21 человек скрывается в Уссурийске от врачей. Они ходят по улицам, посещают общественные места и распространяют инфекцию. Несколько выходов из ситуации предлагают в краевом тубдиспансере. И доступность обследования, и усиление контроля, и создание рекламы за здоровый образ жизни. А ещё создание волонтёрского движения. Депутаты с этим согласились и обязались в дальнейшем контролировать ситуацию на территории городского округа.